Алла Пашкова, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Алла Валерьевна. Большое спасибо, что к нам пришли. Спасибо. Говорим о очень интересной теме. В России женщины чаще всего рожают, Павел, в какой позе, ты думаешь? Конечно же, в горизонтальном положении лежа. Чем обусловлен вообще выбор этой позиции? На самом деле, в разных странах рожают по-разному. В Бразилии танцуют, и сейчас и до нас это дошло. То есть движение тазом, ламбада, восьмерки. То есть так, как удобно, помогает лучше расслабиться и лучше раскрыться шейки матки. Почему в горизонтальном положении? Это пошло еще со времен Людовика XIV. Ему было так удобно наблюдать за родами своих фавориток. На самом деле, это совсем не физиологическая поза. Потому что, во-первых, сдавливается нижняя полая вена. То есть ребенок получает меньше кислорода и питательных веществ. Потому что пока еще он в животе у мамы, он дышит за ее счет. Плюс, именно в горизонтальном положении снижается выработка окситоцина. И на самом деле роды замедляются. И многие женщины замечали, что позиция в положении стоя, когда они ходят, свободно, активно двигаются по боксу, роды идут отлично. Потом они ложатся. Мы заходим в бокс и спрашиваем, почему ты легла? Она, ой, я хочу отдохнуть, мне так легче. На самом деле, это физиология. Действительно, в горизонтальном положении замедляется выработка окситоцина. И роды ослабляются. И, на самом деле, опять же, когда идет раздражение рецептора в прямой кишке, именно в положении горизонтальном, получается, что женщина испытывает больше боли. Потому что в вертикальном положении, когда ребенок идет под действием силы тяжести, большее давление происходит на мышцы промежности и влагалища. И, на самом деле, опять же, это физиологично, и женщина испытывает меньше боли. Да, получается, что все-таки имеет смысл иногда задуматься, если женщина находится в положении, и о вертикальных родах. Но вот тут вопрос, всем ли можно рожать вертикально? Ну, фактически, первый период родов вертикально можно провести у всех. Исключение составляет какая-то тяжелая соматическая патология. Например, очень высокое давление в родах, да, там, артериальная гипертензия на этом фоне преклампсии, когда нужна коррекция. Возможно, обезболивание, эпидуральная анальгезия. Хотя современное обезболивание, та же самая эпидуральная анальгезия, проводится настолько, скажем так, правильно и продуманно, что возможно даже и вертикальное положение, несмотря на такое обезболивание. Если, скажем, абсолютных противопоказаний нету, первый период родов у всех можно провести вертикально. И действительно, женщины приносят роды легче. Второй период родов – процесс опускания головки. Здесь уже, конечно, противопоказанием является только недоношенность, возможно, стремительные роды, выраженный варикоз, вульвы и промежности, и родов в тазовом предлежании, потому что, допустим, может выпасть петля пуповины. Только это. Алла Валерьевна, с точки зрения физиологии, роды в вертикальном положении, роды в процессе хождения, может быть, прыгать будем еще, ломбану танцуем. Ну, почему нет? Ну, то есть где физиологичность? То есть нам всегда объясняли в институте, я помню, как нам объясняли, в гинекологии, что максимально физиологичное положение как раз-таки для родов лежа на спине с поднятыми ногами. Как на самом деле. Ни в коем случае. Вообще физиология зависит от самой женщины. И не надо ее привязывать, не надо ей навязывать какие-то вынужденные позы. Она сама должна выбирать то, что ей ближе и что она хочет. В принципе, роды – это физиологический процесс. Он не должен контролироваться мозгом, потому что если она будет продумывать первое, второе, третье, анализировать действия, что ей делать и прочее, она не отключится, и это может замедлять родовую деятельность и отрицательно влиять. Потому что даже анализ, потому что в любом случае она не медицинский работник, ну, в основной массе, анализ своих родов может привести к дополнительному стрессу. Стресс способствует выработке адреналина, а адреналин блокирует действие окситоцина. Поэтому рожает тело, а не мозг. Не увеличивается ли вероятность разрывов при вертикальных родах? Ни в коем случае. А на самом деле разрывы – это медицинская агрессия, наши индуцированные роды. Вот как меня еще учили, да, то есть что такое второй период родов, значит, рожал врач, рожали акушерки, и вот они выполняли некую такую миссию. На самом деле женщина рожает сама. И современное акушерство – не давать вмешиваться и не рожать за женщину, а дать ей сделать это самостоятельно, аккуратно наблюдая со стороны, для того, чтобы не допустить осложнений. Если женщина рожает сама, максимально физиологично, если головка опускается за счет силы тяжести, за счет схваток, за счет правильного диафрагмального дыхания, то есть на выдохе она медленно продвигается, а не уходит обратно, то есть не существует вот такое педалирование туда-сюда. Ну, у меня сразу вопрос. Контроль родов – это же все-таки достаточно важный механизм медицинский именно, да, и контроль родов, естественно, проще осуществлять, когда женщина лежит, чем когда она бегает по палате. Как мы поймем, что эти роды именно такие, и что нам делать, если это оказались таки патологические роды? Да, чтобы не упустить момент осложнений, которые возникают в процессе. Вы знаете, Павел, на самом деле в основном необходимость делать экстренного сечения – это индуцированные роды и наши етерогении. Даже, скажем так, данные ВОЗ, если мы возьмем, амниотомия, вскрытие плодного пузыря. Вот раньше как это было? Спрашиваешь, не спрашиваешь, вот она пришла, все, ей вскрыли плодный пузырь, и женщина не успела даже, она, скажем так, отреагировать на это. Все, пузырь вскрыли, даже иногда не объяснили зачем. Что говорит ВОЗ? Амниотомия рутинно выполняемая, сама по себе просто. Вот просто амниотомия – 50% исход экстренное кесарево сечение. То есть каждое наше действие, етерогения – это потом последствия. Что касается вертикальных родов? Ни в одном протоколе Минздрава, ВОЗ нет такого, нет такой записи, что женщина показана постоянно запись КТГ, не вставая, там, 14-15 часов родов. Потому что первые роды, если в них не вмешиваться, они так и длятся – 14-16 часов. И это норма. Поэтому, естественно, мы контролируем, мы можем записать КТГ коротким курсом, потом ее отпустить. Естественно, врач контролирует, как протекает родовая деятельность. Но нет такого протокола, что степень или скорость раскрытия шейки, матки – строго 1 см в час. Первый период родов делится на латентную фазу, то есть до 5 см, и активную – с 5 до полного. Так вот, эта латентная фаза может длиться долго. Здесь не нужно подгонять, что вот сантиметры в час и никак иначе, надо что-то делать. Скрывать пузырь, ставить окситоцин и так далее. Сегодня очень много модных нововведений, и вот в том числе я слышала даже про такие лотосовые роды. Что это такое, что это за поза такая, лотоса, можно сказать? То есть из Индии к нам пришло? Ну, практически, да. Индия, Балии и так далее. На самом деле лотосовые роды – это правильно. Почему? Что это такое? Вот что такое плацента и пуповина? Когда-нибудь задумывались, что это генетически, это что? Это ребенок или мать? Наверное, все-таки это мать. Нет, это ребенок. Это ребенок. Это ребенок. Конечно. То есть пуповина, плацента и, соответственно, кровь в плаценте – это ребенок. Вот рождается ребенок. Фактически, если мы сразу пересекаем пуповину, вся кровь, то есть в пуповине, в плаценте, осталось все – это биоматериал. Если мы даем возможность пуповине отпульсировать, значит, получается, что эта кровь обратно поступает к ребенку. Что говорит позиция современной доказательной медицины? И более того, это распоряжение для государственных и частных клиник Америки, то есть как минимум отсроченное пересечение пуповины не менее чем через 5 минут. То есть возврат обратный – это пуповина крови, обратно в кровоток ребенка, повышает, во-первых, иммунитет, это профилактика анемии, и фактически в отдаленном будущем это более лучшие результаты развития. Поэтому почему нет? А тогда сразу вопрос про пуповинную кровь. Сохранение пуповинной крови сейчас приветствуется или это уже все-таки ушло немножечко в прошлое? Потому что одно время это было прям обязательным условием практически любых родов, и даже был отдельным бизнесом, насколько я помню, сохранение банки пуповинной крови. Сейчас в государственных учреждениях это все-таки в меньшей степени было? Ну, неправда. Конечно, у нас есть все возможности. То есть в Москве сейчас на данный момент есть несколько банков пуповинной крови. Женщины заключают контракт с этими банками, приходят с наборами уже народы. Мы собираем и пуповинную кровь, и пупочечный канатик. Почему нет? Потому что исследования ведутся за рубежом. Насколько я знаю, уже из этих клеток синтезируют паранхематозные органы. Не полы, конечно, а паранхематозные. Медицина не стоит на месте. Ну, на данный момент мы фактически пуповинной кровью собственной можем лечить только анемию фанконе, который действительно является единственным, скажем так, заболеванием, которое подвержено лечению собственной пуповинной кровью. Ну, хорошо. А вот про лотосовые роды поговорили, про вертикальные поговорили. Наши любимые роды в воду. Замечательные роды. Воды в теплую воду. Сейчас даже по ОМС есть такая опция родить воду. Насколько это хорошо, насколько это правильно, насколько это безопасно и насколько это нужно вообще? Я очень люблю роды в воду. Из своих личных наблюдений. Конечно, роды в воду, это не значит, что ты пришла в бокс, посидела 15 минут, а потом, как обычно, да, тебя положили в горизонтальное положение, сделали тебе эпидуральную анальгезию, поставили окситоцин, и потом вот в позе там с задранными ногами, давай, давай, и при прижатой голове начали тебе, скажем так, заставлять тебя тужиться. Это неправильно. Во-первых, роды, да, это страшно, это адреналин. А вода смывает адреналин. Ну, вы представьте, допустим, после тяжелого рабочего дня, уже жизнь не мила, вы пришли домой, приняли душ, и вроде бы еще и ничего, да, и пойду отдохну дальше. То же самое и здесь. То есть смывая водой адреналин, она как бы, ну, скажем, возрождается снова. Далее, в процессе нахождения в воде, в теплой воде, она расслабляется. Далее, она поливает нижнематочный сегмент на схватку теплой водой, и это способствует более быстрому раскрытию нижнего, скажем так, раскрытию шейки за счет работы нижнего маточного сегмента. И из своей практики фактически первый период нахождения в воде сравним с действием эпидуральной анальгезии. То есть замечательно раскрывается шейка, и великолепно расслабляется женщина. Что касается родов дома. Да, вот хочется ваше мнение по поводу рисковых женщин, которые вот решаются рожать, допустим, в ту же воду, но дома, без медицинского персонала, в лучшем случае акушерка рядом. Послушайте, на самом деле, откуда это идет? Пожалуйста, Нидерланды, Голландия, Англия. Но что касаемо родов домашних в этих странах? Их ведет сертифицированный персонал. Именно акушерка, образование которой практически равно образованию врача. Если она видит, что что-то пошло не так, ее основная задача это доставить вовремя роженицу в лечебное учреждение, для того, чтобы уже вмешались врачи. А если она, скажем так, не справилась, что-то пошло, отклонилась от нормального течения, и она вовремя не вмешалась, и это привело к какому-то негативному, скажем так, сценарию, она будет нести за это юридическую ответственность. Что происходит у нас? Роды дома не регламентированы. Даже я, как врач, если я буду принимать роды дома вне лечебного стационара, я не имею права это делать именно на юридическом уровне. По статистике, 50% первых домашних родов заканчивается в стенах лечебного учреждения, и 10-15% повторных родов. Ребенок попадает в воду, это вода каким-то образом обеззараживается, это вода бутилированная, это вода дистиллированная, это вода из-под крана. Что это за вода, если мы говорим о роддоме, и что это за вода, если человек рожает дома? И насколько это безопасно для ребенка попадание в воду вообще? Ну, во-первых, мы говорим о роддоме, если это обычная вода из-под крана. Почему? Потому что ребенок в животе стерильный, вот он родился, он попадает во внешнюю среду. Вы когда-нибудь себе задавали вопрос? Вот мы смотрим фильм, да, зарубежный. Почему там показывают роды так, да? То есть открытое учреждение, вот она родила, и пришли все. Дедушка, бабушка, племянники, там, тетя подъехала, все туда зашли, без анализов, какие есть, все целуются, обнимаются, и это какой-нибудь там, там, Вашингтон Мемориал Хоспитал, да? Кажется, да, это там не Индия, да, и не какая-то стала страна. Почему там так, а у нас вот так все стерильно? Стерильность должна быть в операционной, исключительно. А почему? Потому что это предотвращение развития злостных штаммов больничных, внутрибольничных, золотистого стафилокока. Вот когда, скажем, помещение изолировано, персонал один и тот же, обработка идет примерно одним и тем же, формируются самые злостные штаммы золотистого стафилокока. Внутрибольничные. Внутрибольничные. А вот когда идет постоянная смена и принесение новых штаммов, потому что все мы не стерильные, мы же не в вакууме, у меня есть стафилокок, у Вас есть стафилокок. Вот если мы все втроем пришли к этой роженице, значит, этот внутрибольничный стафилококок смешался с ее, с Вашим, Вашим и моим. Значит, что он сделал? Он стал слабым. Слабым, неактивным и безопасным. То есть, еще раз, стерильность нужна только в операционной. Далее, что касается рождения в воду. Когда он еще на поповине, он дышит за счет мамы. То есть, да, через какое-то время осуществляется первый крик, раскрываются легкие, и, значит, соответственно, запускается второй круг кровообращения. Но пока он еще на поповине, основное питание за счет плаценты. Плацента еще не отделилась, фактически, ну, и, соответственно, он получает кислородопитательные вещества от мамы. Поэтому почему бы ему не выйти в более привычную водную среду, в которую он плавал все 9 месяцев беременности? Он никак абсолютно не пострадает, ничего с ним не случится. Конечно, я говорю о физиологичных родах. Если все хорошо шло, если он родился в воду, поповина пульсирует, значит, он в более привычной среде, потом он на маму выложен, соответственно, да. Папа счастливый поливает его теплой водой, и вот она находится в ванне, расслабляется, счастье, поповина пульсирует, и все хорошо. Спасибо вам большое. Лично я сегодня почерпнула, не знаю, как Павел, очень много новой, полезной, интересной информации. Спасибо большое, Валю. Спасибо за приглашение.